Стиль есть у каждой из нас, его просто нужно найти. В эфире самая модная программа Fashion is our profession и я, ее ведущая, журналистка Ксения Гол. Сегодня у нас в гостях спортивный журналист, ведущая программ спортивного бренда одежды за спорт Эмма Гаджиева. Здравствуйте! И мой первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам историю бренда, а также мы хотели бы узнать, кто главный дизайнер этой прекрасной формы. Компания «За Спорт» существует с 2012 года и с 2017 «За Спорт» является официальным экипировщиком Олимпийской команды России. Вот наши спортсмены уже на Олимпийских играх зимних в Корее, в Хёнчхан в 2018 году ездили в «За Спорт» в нашей экипировке. И с тех пор уже и на юношеских Олимпийских играх, и на всяких фестивалях, и вот здесь, на Европейских играх в Минске, в том числе спортсмены ходят в экипировке «За Спорт». Главным дизайнером и основателем бренда является Анастасия Задорина. Эмма, вот я посмотрела, что здесь представлена абсолютно капсульная коллекция, это и шлепки, купальники, и шорты, и спортивные костюмы, и какие-то плащи. Я так понимаю, что когда человек приходит в магазин, дизайнер наверняка преследовал цель, чтобы одеть человека полностью. И спортсменам вы давали такую же полную капсульную коллекцию? Конечно, нам очень важно, чтобы спортсмены максимально комфортно ощущали себя, когда едут на соревнования, и чтобы у них все было, и они думали только о том, чтобы хорошо выступить, показать свой максимум во время выступления. Поэтому каждый спортсмен, который приходил на экипировку, он получал чемодан одежды, и в основном мужчины удивлялись и говорили, что у них в шкафу меньше вещей, нежели чем вот им за спорт выдал во время экипировки, и что этого количества вещей им хватит вот на ближайшие несколько лет. Что касается по количеству, то мужчины получили 56 единиц одежды, женщины 57 на одну больше, потому что у женщин еще есть и платье, и об этом тоже подумали, и многие девчонки как раз-таки очень радовались именно платью, что после соревнований его можно будет надеть и пойти гулять по городу или куда-то в кафе. Также в экипировке есть и официальная одежда, это темно-синий пиджак с брюками для мужчин и бежевый для женщин. Мне очень понравилось, как наши баскетболисты, ребята, которые здесь в Минске выиграли золотые медали, на мой вопрос, что им больше всего понравилось в экипировке, они сказали, пиджак, вообще костюм отличный, в нем пойдем на свадьбу. Это самое опрашивало наших спортсменов, что им нравится больше всего, пока популярностью пользуется вот эта кофта, точнее, это спортивный костюм. Эмма, и у меня еще один возник вопрос, а сложно ли конкурировать с зарубежными командами, с зарубежными спортивными формами? Вы знаете, мы с большим уважением относимся к другим брендам, к их истории, но у нас все-таки свой путь, поэтому здесь как-то конкуренции, не то чтобы речи не идет, мы идем своим путем и реализуем свои задачи. Субтитры сделал DimaTorzok Я знаю, что вы освещаете европейские игры, и российская сборная лидирует. Сложно ли в такое горящее время? Наверное, много работы, тем более такая жаркая погода стоит. Я считаю, что с погодой повезло, лучше жара, чем дождь и холод. А что касается сложности, нет, это наоборот приятно. Всегда очень тепло на душе, когда спортсмен, наш спортсмен встает на пьедестал почета. Встает на пьедестал почет, он, как правило, в форме за спорт. Поэтому, когда спортсмен добивается того результата, к которому он долго идет, всегда приятно с ним поговорить, узнать, как он к этому шел, что он чувствует. Поэтому нет, чем больше медалей у российских спортсменов, тем приятнее и легче работать. Я с вами полностью согласна. Давайте вернемся к модным трендам. Какие, может быть, основные цвета, тема коллекции за спорт в этом году? Что касается коллекции, которую носят наши спортсмены на европейских играх в Минске, то здесь совмещены советские спортивные тенденции, знаковые олимпийские символы и, естественно, современные технологии, потому что спортсменам должно быть удобно и комфортно, в первую очередь, в одежде. Цветовая гамма — это цвета российского флага. Основное белое, синее, красное. И это еще идет с юношеских олимпийских игр в Аргентине. У нас есть футболки. Это талисманы команды России. Мишка-неваляшка и шапка-кот. Впереди нас ждет нечто невероятное, потому что сейчас идет активная подготовка к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут в 2020 году. Коллекция уже в разработке. Обещаем, что там будет нечто прекрасное, но все детали немножечко попозже. Эмма, и на память о моей программе я хочу подарить тебе бьюти-подарки французской компании «Авен». Это термальная водичка, это гель, а также шампунь без парабенов. Пользуйся, будь красива и тебе удачи! Спасибо большое! Удачи всем спортсменам! Эмма Гаджиева для программы «Fashion is our profession».